Детская творческая мастерская фантазеры на базе библиотеки номер один полностью оправдала свое название. На протяжении месяца дети делали поделки для Деда Мороза. Они получились настолько интересными, что многие решили оставить их себе. Елочные игрушки, куклы, вазы с цветами. И все это из бумаги и картона. По мнению школьников, они настолько реалистичны, что их трудно отличить от настоящих. Каждый ребенок сам придумывал подарок Деду Морозу. В итоге получилась настоящая новогодняя коллекция. Такую поделку любой желающий может сделать и дома. Мы берем трафарет и все слоем на картон. Потом склеиваем все это. Руководитель клуба фантазеры Евгения Журавлева говорит, что их кружок некая заманиловка для ребят. Ребенок вроде бы пришел поиграть, но тут же увидел яркую книжку и непременно ее прочитал. Главная наша цель была открытие детской творческой мастерской фантазеры. Именно то, что мы хотели как можно больше все-таки привлечь ребят в стены библиотеки, чтобы они ходили, все-таки не забывали нас. Каждую пятницу ровно в 15.00 Евгения Журавлева ждет ребят на свои занятия. Ее уроки никогда не повторяются. Вот, например, сегодня она придумала новогоднее развлечение с шутками, прибаутками и загадками. Особенно понравилась школьникам игра под названием «Синяя рукавица». Вращаешься в сугроб, как услышишь слово «стук». Так, Серега же нам что-то расскажет. Оказывается, в нашем городе много мест, где дети могут проводить свой досуг увлекательно и с пользой. Один из них – библиотека. Фантазеры доказали, что сюда приходят не только читать заумные книжки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова